Празднование Дня Победы Празднование Дня Победы Празднование Дня Победы заводе всю свою жизнь. Младший лейтенант Кузьмин Павел Иванович был пехотинцем на 2-м Украинском фронте. В 1945 году, когда форсировали Днепр, наши держали оборону Дубновки 5 дней, тогда погибло очень много народу. Мой прадед подорвался на мине, но остался жив. Его госпитализировали, он получил медаль за отвагу. Младший сержант Елтышев Илья Николаевич попал на фронт в Польшу, был радист-стрелком, летал на бомбардировщике. Он дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, получил медаль за отвагу и взятие Берлина. Благодаря героическому прошлому моих прадедов у меня есть возможность жить на этой земле и реализовывать свой потенциал. Брат моего дедушки по отцу Карим Шабабян был призван на фронт в 1942 году. Через год он погиб на войне. И знаете, для меня большая честь, что моя семья не осталась в стороне, когда нашей большой родине угрожала опасность. И он является одним из тех людей, который спас нашу страну от фашизма. И в боксе, в моем деле, это мне помогает, укрепляет мой дух именно история моей семьи. Поэтому нам, друзья, нужно чтить, любить и уважать ветеранов войны, помнить свою историю для того, чтобы у нас было хорошее будущее. К сожалению, в моей семье с войны не вернулся никто. Но мы всегда будем помнить подвиг наших родственников и миллионов других советских граждан, погибших на войне и прошедших эту страшную войну. Людей, которые подарили нам светлое небо над головой, подарили уникальную возможность жить в мире и согласии. Подарили возможность достигать высот на мирном поприще. И эта память в самые трудные времена в спорте и в жизни дает силы двигаться дальше. Бабушки и деды бережно хранили память о них, передавали нам. И я благодарна подвигу наших дедов, что они нам дали возможность в мирное время реализовывать себя, творить, развиваться и одерживать победы на спортивных аренах. На поколение наших бабушек и дедушек выпало тяжелое испытание, но они не сдавались упорно, шли к своей цели. Я, вспоминая подвиги наших близких, также стараюсь защищать честь нашей Родины, бороться и побеждать, но уже на мировых спортивных аренах. В завершении выпуска хорошая новость для всех поклонников дрифта. Министерство спорта официально признали его дисциплиной, включив в реестр всероссийских видов спорта. Дрифтом называют контролируемый занос на максимально возможной скорости, тюнингованные автомобили, виск покрышек и запах жженой резины. Неудивительно, что соревнования по дрифту привлекают такое количество зрителей. По словам президента региональной федерации автоспорта, официальное признание безусловно радует, но кардинальных изменений в дрифте ждать не стоит. Ведь и так соревнования проходили с соблюдением всех правил автоспорта. Трасса всегда огорожена специальными бетонными блоками для безопасности зрителей, а пилотов от травмы спасает каркас машины и защитная экипировка. Единственное, что добавилось сейчас, это тот факт, что мы можем, как организаторы самих мероприятий, получить более большую помощь от официальных властей, потому что это официальное уже соревнование, и мы можем у министерства спорта просить помощь, и они имеют право нам помогать. Хотя они и так нам всегда помогали, а сейчас уже это будет на законной основании. В регионе ежегодно проходит несколько крупных турниров по дрифту, как для профи, так и начинающих пилотов. Первый из этапов должен был состояться в конце мая, но из-за пандемии соревнования перенесены на более поздний срок. Пока же дрифтерам остается ждать начало сезона и оттачивать свои навыки в онлайне. К сожалению, сейчас мы не можем позволить себе тренироваться на площадках, на улицах, на специально оборудованных местах, и таких мест пока что нет, не подготовили. А поэтому есть многие пилоты, это 80% наших пилотов, которые занимаются дрифтом онлайн. Есть руль, есть телевизор, есть специально оборудованные кресла, где можно сидеть и играть в онлайн-игры, тряхтить и более уверенно чувствовать, для того, чтобы более уверенно чувствовать и сохранить свой навык. Но ничего лучшего нет, чем настоящая тренировка именно на настоящем автомобиле. На сегодня все. В очередной раз напоминаем вам, главное сейчас беречь свое здоровье. Оставайтесь дома и смотрите спорт-обзор на ОТС. С вами была Кристина Латом. До встречи в новых выпусках нашей программы. Продолжение следует...